ТОС «Спутник Владивосток» 6 октября 2003 года вышел новый ФЗ-131 об общих принципах организации местного самоуправления. В пункте 2 статьи 1 ФЗ-131 написано «Местное самоуправление в Российской Федерации – это форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельно и под свою ответственность решение вопросов местного значения населения непосредственно или через органы власти». То есть местное самоуправление объявили формой народной власти, то есть формой советской власти, как раньше было первое, что сделали. И сказали, что не эти чиновники муниципальные, которые сидят в органах власти с помощью бизнеса и предпринимателей должны решать, но могут решать само население непосредственно. И вот формы непосредственного осуществления своего решения вопросов местного значения были все здесь перечислены. Первое – местный референдум, второе – муниципальные выборы, голосование по отзыву депутатов, сход граждан, правотворческая инициатива граждан, публичное слушание, собрание граждан, опрос граждан и территориальное общественное самоуправление, сокращенно ТОС. С помощью ТОСа вы могли объединиться в население, а ТОС обязан регистрироваться в юстиции как некоммерческая организация по закону ФЗ-7 о некоммерческих организациях. И поэтому вопросы местного значения, кроме этих связки бизнесмены и власть, сейчас могли непосредственно решать само население, образовавшиеся в ТОС, самоорганизация в ТОС. И главная цель у некоммерческой организации – это удовлетворение потребностей определенного круга населения. То есть в локальной территории, на какой-то территории вы создаете ТОС, все. И в 2004 году, тут же, средом, выходит жилищный кодекс. В жилищном кодексе появляется такое понятие, как ТСЖ – товарищество собственника жилья. Опять же, собственник квартиры – это не частнокапиталистическая, это не частнокапиталистическая деятельность. То есть если вы сдаете в аренду свою квартиру и получаете прибыль за это, это частнокапиталистическая. Что такое дать объекту частную капиталистическую собственность? Это сделать его предметом купли-продажи. И поэтому, если вы арендуете, это частнокапиталистическая. Но если вы используете помещение, как удовлетворяя потребности в жилье, вы уже собственник, индивидуальный, не капиталистический, не капиталист. И вот это общее собрание собственников, собственникам помещения, статья 36 ЖК, собственникам помещения на квартирном доме принадлежит направие общей долевой собственности, общее имущество на квартирном доме. Общее имущество – это помещение, крыши, земельный участок, подвалы и все. Коридоры. То есть что получается? Получается, что местное самоуправление на основе частнокапиталистической собственности и предпринимательской деятельности – это коммерческий сектор. И он относится с государственным сектором, к коммерческим они входят в клинч. То есть здесь общая собственность, здесь частная, две противоположности. Они рождают общую, частную. То есть здесь долевая собственность акционерная, а здесь общая долевая. Создается третий сектор экономики. Не в головах, а в реальной жизни с выходом этих законов. А эти законы не придумал кто-то, они просто в реальной жизни, опираясь на опыт советской власти, на кооператоров, ну, социалистическую кооперацию, то есть все. Вот это было отражено. Появился у нас было государство, собственник, и там муниципалитет, государство, и частный предприниматель, собственник. Здесь государственный способ производства, свою надстройку защищающую этот способ производства. Частнокапиталистический – это коммерческий сектор, свою надстройку защищающую, коммерческий способ производства. Ну, сразу скажу, с 2000 года государственный сектор защищает такой орган, как Совет Безопасности. Там они собираются и защищают государственный сектор, а они его в основном в военно-промышленном комплексе начали внедрять, этот государственный сектор. А частный сектор – это свою надстройку. И тут же появляется третий способ производства, третий хозяин в стране, субъект собственности – общее собрание собственников. Ну, там ТСН начинается, товарищи собственников недвижимости, ТСЖ, ТОСы. То есть появляется новая форма собственности, новый экономический уклад, который так и называется некоммерческий, негосударственный, и одновременный коммерческий и государственный. Ну, как H2O. Кислород, водород рождает воду, также борьба коммерческого и государственного сектора, породила третий наш некоммерческий сектор, в котором хозяйствующие единицы стали в тех 2003-2004 году хозяйствующие единицы производительными силами – это ТОС и ТСЖ. Первое. Под территориально-общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. ТОСы могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории или иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории локальной, как за счет средств граждан, так и за счет средств бюджета. То есть, если раньше бюджет и бизнес присосался к бюджету, они там с помощью откатов, ну, знаете, все эти схемы, все, то теперь мы, ТОСовцы, имеем право, создав ТОС, из бюджета получать деньги. Надо только заключить договор о хозяйственной деятельности с администрацией. Дальше. Мало этого, социалистическая бюрократия, которая сидела там наверху, стала поддерживать этот некоммерческий сектор экономики. То есть, в 2010 году появился закон появился закон о социально ориентированных некоммерческих организациях, СОНКО, так называемая. Что этот закон Давид дал? То есть, в городе или там в любом муниципальном образовании есть фокус-группы такие, которых бросило государство. Вот это вот парламентарское, субсидиарное государство, которое скидывает с себя все социальные функции. Остались, допустим, инвалиды, общество слепых, матери-одиночки. И фокус-группа вот такие населения, часть населения. И можно создать социально-экономическое социально ориентированную некоммерческую организацию и государство, и субъект власти, государственный субъект региональной власти обязаны им давать субсидии, гранты и всякие льготы, пряники и игрушки, как мы это называем. И вот статья 31.1 ФССР семьи некоммерческих организаций. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций органами государственной власти и органами местного самоуправления. Органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления в соответствии с настоящим федеральным законом обязаны оказывать поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими следующих видов деятельности. И здесь перечислено 18 видов деятельности. Ну, чтобы вы понимали, что я пару штук назову. Социально-обслуживание и социальная поддержка защиты граждан, охрана окружающей среды защиты животных, профилактика социально-опасных форм поведения. Это благотворительное деятельность и также деятельность в области. Что мне тут еще нравится, это деятельность поисковой работы, оказание юридической помощи на безвозмездной основе или на льготной основе граждан. То есть создаете социально-ориентированную коммерческую организацию, а Единая Россия их полно создает везде, им тут же из бюджета бабки, и они оказывают бесплатную помощь населению. Наши партийные левопатриотические силы делают это за свой счет, тоже бесплатно, но за свои деньги, за счет своего труда и прочее. То они так устраиваются. Ну, что я хочу сказать, что социальная экономика, третий сектор экономики начал оживать. И вот здесь ТОСы и ТСЖ это если чем отличается ТОС от СОНКа? СОНКа это вот локальная группа и они имеют право получать вот эти привилегии из бюджета, гранты, субсидии, конкурсы объявляют и им дают денежку. ТОСы и ТСЖ это собирается всех жителей нехилые бабки, надо сказать, там огромные особенно, там миллионы. Понимаете? И поэтому и они некоммерческая организация создают короче ТОСы и ТСЖ отличаются от некоммерческой организации тем, что в ТОСе и в ТСЖ там все эти группы. То есть вот у нас в ТОСе 10 улиц в частном секторе у нас есть и малоимущие и инвалиды и многодетные дети и одинокие пенсионеры. То есть все мы обязаны всем этим слоям населения там годные дрова выписываем и оказываем помощь, подарки на Новый год или там по праздничкам. То есть ТОС он шире, это во-первых. А во-вторых ТОСы это самоорганизация граждан для самостоятельного под свою ответственность осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения. А у нас государственная власть определила главную задачу местного самоуправления это решение вопросов местного значения. То есть вопросы жизнеобеспечения. Вода, канализация, продукты, здоровье, школа, среду, ну все вот это жизнеобеспечение. И есть у нас конечно инвалиды, есть все, но у нас есть здоровые люди, которые тоже хотят этих комфортных условий создавать. А вот им в ТСЖ и в ТОСы как раз и надо объединяться. И в то же время помогать инвалидам с помощью социально-ориентированных коммерческих организаций может быть. Так вот, СОНК, оно не решает все вопросы местного значения. Только один какой-нибудь помощь инвалидам. А ТОСы и ТСЖ, они все обязаны вопросы решать местного значения. И поэтому они примыкают к органам местного самоуправления. Они входят в систему органов местного самоуправления. Это власть народа, которую не хотят признавать чиновники и представители местной администрации. Как финансировать ТОСы и ТОСы и ТОСы вот это проблема сразу встала. Потому что из бюджета давать деньги кому попало. Как они перехватить разговаривают. Что у тебя должен кому попало? Этого я бизнесмена знаю. Говорим, мы вам даем татка. Нет, не так. Нет, я говорю, нет, я не утверждаю, что он вам дает. Я не говорю об этом. Но вы с ним просто знакомы? Он говорит, да, я им доверяю, а вы с улицы. Мы говорим, ну извините, мы выиграли президентский грант, получили 500 тысяч. А вы нам боитесь и отчитались и сделали, а вы нам боитесь 120 тысяч. Ну так. То есть, и вот это вот как финансировать ТОСы, вот эти вот самоорганизации, кроме ТОСов есть ООО, ТСН, ТСЖ, то есть производительные силы третьего некоммерческого государственного, ой, третьего некоммерческого негосударственного сектора, это сейчас большие. Мы сейчас с вами говорим только о ТОСах отстажать, там их много очень этих производительных сил, то есть нормативно-правов всяких форм самоорганизации. Как их финансировать? И вот там наверху есть социалистическая бюрократия, еще раз вам хочу подчеркнуть, что там идет борьба между государственным и коммерческим сектором. Там есть социалистическая бюрократия и либеральная бюрократия. Никаких олигархов там практически нет. Все эти бюрократы и все эти новориши и все эти номенклатурщики защищают олигархов и передают им бабки. Олигархи по-настоящему это все либералы зарубежные, они все зарубежные компании. Ну ладно, я к чему? Что это борьба идет и либеральные бюрократы на отмашь бьют все социалистические формы образования, то есть садят коммунистов ни за что, садят левопатриотические силы, придумывают вот эти драконовские законы, а бюрократы с своей стороны на них тоже садят там Хорошавинах, там Ургала, то есть кто, что, и вот это вот вся, если вот это понимать, что идет вот эта борьба, то я тоже иногда не понимаю, почему до сих пор Набиулина не в тюрьме или там еще кто-то. Многие возмущаются, потому что ну есть такие вещи. Я говорю вам теоретически, что борьба идет и очень жесткая. Дальше. Там наверху социалистическая бюрократия придумала, ну не придумала, а и создала или ввела в закон так называемое инициативное бюджетирование. Ну, наверное, слышали. Что это означает? Это когда организация создалась, граждане создали какую-то форму самоорганизации и обращаются в бюджет, дайте нам деньги, мы сейчас хотим сделать какой-то проект. Они говорят, а у нас денег нет на ваши проекты. И вот тогда ФСЗ-131 внесли наравне с ТОСами еще одну форму участия людей в осуществлении местного самоуправления. инициативные проекты, то есть государственная власть на уровне субъекта и регион и местная власть на уровне муниципалитета должны и обязаны оставить несколько миллионов какой-то процент от бюджета именно на эти проекты. То есть если эти самоорганизовались ни с того ни с сего и вдруг по какой-то причине пришли в бюджет и сказали все у нас есть проект дайте нам деньги. Они уже не имеют права говорить что у нас нет денег. Есть специальная статья столько-то процентов обязаны давать на инициативные бюджеты проекты. Ну федеральный закон о внесении изменений об общих принципах организации. Короче вводится дополнительная форма участия населения и инициативные проекты. Ну наши как всегда в Приморье начинают чудить и издеваться над этим инициативным бюджетером. Вот это в общем по России да теперь в Приморском крае города Владивосток нам не повезло нам не повезло в том смысле что в 2004 году когда в 2003 вышел закон а с 2004 по 2008 год мэром стал Николаев всем известным а губернатором с 2001 по 2010 2012 год Дарьки то есть криминализация то что по всей стране у нас она очень легко прошла нашей нашего местного самоправления с 2003 года все представители городской общественности активисты так называемые которые определились с радостью встретили создание ТСЖ и ТОЗы стали организовывать всевозможные организации и рассказывать народу пропагандировать что такое ТОЗ что такое ТСЖ давайте создавать давайте все такое нас собрал Владимир Николаев и сказал ТОЗы выкинул это из устава мы бороли за 2005 года вернули эту статью в устав в 2005 году Дума вынуждена под нашим давлением была принять закон положения ТОЗов развития ТОЗов в городе Владивостоке это номер 157 22 декабря номер 157 положение ТОЗы все мы в городе Владивостоке имеем такое положение не во всех городах я имею ввиду Приморского края в некоторых только есть во многих даже и такого нет вот впереди у нас был Юртаев может быть кто-то его знает старейшину ТОЗов ТОЗовского движения Юртаев Ардашов Смышляев Валентина Александровна Моисеев она сказала через ваш труп Владимир не Николаев все я создаю она выиграла несколько судов в администрации но в 2007 году создала первый ТОЗ в городе Владивостоке Иртыш-32 с 2008 года с 2008 года по 2011 год когда Николаевич в 2008 году покинул пост свой с 2008 по 2011 Единая Россия стала создавать ТОЗ фиктивные а есть положение в положении написано что на одной территории можно создать только один ТОЗ и вот представьте ТОЗ союз 103 многоквартирных дома ТОЗ горностай 212 домов ТОЗ Кузнецова 5 домов ТОЗ Кузнецова 1 еще 5 ТОЗ Кузнецова еще 3 дома ТОЗ песчаный то есть там где только жители начинают создавать ТОЗ они тут же создают огромный ТОЗ и вот эти все ТОЗы они все фиктивные и на горностай и на Тихой очень тяжело создать ТОЗ потому что там уже вот эти фиктивные есть в 2010 году я я проживаю на станции спутник Владивостока нашел единомышленников рассказал им что такое ТОЗ давайте ребята создадим но сначала надо научиться потому что это новый способ производства это новая форма самоуправления то есть это не над кем-то что такое самоуправление это власть не над кем-то а власть над самим собой то есть мы самостоятельно и под свою ответственность что-то решаем мы сами направляемся в 2010 году мы на 10 улицах создали уличные комитеты где один человек где два человека объединили это все в союз уличных комитетов спутник фанзавод назначили без права юридического лица начали качать свои права в частном секторе у нас там стихийные завалки начали качать свои права почувствовали свою силу что как что мы сразу митинг тогда было проще собрание на улицах становимся и здравствует самоуправление в 2014 году народ уже говорит слушайте ну все надо уже получать бабки из бюджета давайте организовывать ТОС и юридический регистритор в 2014 году мы а в это время уже началось давление на ТОС один ТОС этот бедный там было пять домов подговорили людей ТОС-РТИШ распался там один дом остался ну то есть началась вот эта вот вся завариха то есть не повезло нам в этом плане в Волгостоке и в 2004 году в 2014 году мы собрали подписи с 207 домов ну все как положено мы сделали провели конференцию пригласили представителей администрации сказали все мы создаем ТОС они говорят ну хорошо давайте и начали с 2014 года до смурыжи вот и тут в 2017 году случилась радость там социалистическая бюрократия по итогам заседания совета по развитию местного самоуправления при президенте в этом совете много видать социалистических бюрократов государственников они 5 августа было заседание по итогам этого заседания президент путин утвердил перечень поручений которые ему дали эти члены совета по местному самоуправлению и среди них было такое рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации создать условия для развития территориального общественного самоуправления обеспечить широкое привлечение граждан к определению направления деятельности по благоустройству территории муниципальных образований их непосредственное участие в такой деятельности ответственные высшие должностные лица то есть губернаторы отчет губернатора сделать до 1 февраля и перечислены на регионы где ТОСов нет в том числе и губернатор Приморского края 1 февраля 2018 года он должен отчитаться какое у него положение по ТОСам это было в августе 17-го года 16-го августа с Москвы тут же прилетел Собчук Усольцев Богданенко Веркиенко Алексеев ДНС короче расширенное совещание на тему территориального общественного самоуправления ресурсы и возможности состоялось в администрации Владивостока 16-го августа 17-го года в мероприятии приняли участие представители городской администрации исполняющие обязанности главы города Константин Мишонов депутат государственной депутат государственной думы Сергей Собчук Усольцев заместитель председателя Сергей Кузьменко председатель думы Владивостока Елена Новицкая это все защитники ТОС и они тут же нас ТОС спутник Владивостока вы что не зарегистрировали все раз тут же собрали собрание партийное Единой России мы к ней никого отношения не имели нас пригласили на это собрание на сцену вызвали председателя начальника юстиции Приморского края и он в торжественной обстановке вручил право на регистрацию нашему председателю Елене Юрьевне у нас я заместитель я по идеологической работе у нее а она по связи с населением а она у нас ну как всегда женщина не умеет командовать вот и ей вручили это все следом за нами в 2018 году Патрукова Сочинская Сочинская Виталий Греченюк тот же под это дело зарегистрировался там новый ну тоже наш товарищ вот в 2018 году в 2018 в 2018 году Вергеенко стал главой города создал управление специальное которое будет заниматься ТОСом чтобы мы не бегали по всем этим а отдельное управление создали управление возглавил его Кирилл Олегович Батанов дальше Богданенко стал вице-губернатором там нас поддержал Кузьменко значит это лидер Единой России тоже за ТОСы ну до 18 февраля то есть до 8 февраля 2018 года как только губернатор отчитался нас начали опять курыжить Вергеенко выкинули Батанов ну Богданенко сняли Собчука посадили Усольцева посадили ну и началось вот это вот движение вот пусть это вас это не страшит но я вам говорю факт который это как говорится что мы еще успели сделать в 2018 году мы создали городскую ассоциацию команды ТОС все там наши иномышленники набралось 20 человек таких упертых которые прошли и суды и все прочее написали декларацию ТОСовцев приняли программу муниципальную ну с помощью Веркиенко что из бюджета нам выделили несколько миллионов на это дело и под это дело мы выпустили вот такой буклетик давайте в декларации АТОС декларация единственная я вам читаю давайте декларацию ТОС обратите внимание что вы сами прощите мы хотим выстроить в городе Владивостоке устойчивую саморазвивающуюся систему территориального общественного самоуправления эта система включает в себя совет ТОС при главе города Владивостока мы создали этот совет он сейчас работает плохо но работает советы ТОС при АТУ каждого района бьемся третий-четвертый год начальники АТУ не хотят создавать это система ТОС создается с целью непосредственно осуществления жителями города Владивостока своей власти система городских органов ТОС будет действовать не только в интересах народа но и не только в интересах жителей но и посредством самих жителей ну без ленинских цитатов мы не могли обойтись конечно вот и в 19 в 20 году до 20 года было плохо очень с ТОСами и по стране и в Приморском крае сейчас у нас 20 ТОСов которые создали ТОСы ну то есть уставы конференции провели но юридически зарегистрированы только три Иртыш-32 ТОС спутник Владивостока наш и ТОС Патрон Солчинская чего мы добились с 2019 года 18 года по сегодня по 21 год вот это наше ТОСовское движение мы заставили администрацию города принять муниципальную программу эта программа в этом году заканчивается и надо сейчас бороться чтобы приняли новую программу на 2023 и 2023 год второе внесли поправки в положение АТОС в 157 чтобы до 1 июля каждый созданный ТОС представил в администрацию города отчет о своей деятельности если отчета не будет то администрация обязана ставить вопрос перед думой города об аннулировании границ данного ТОСа то есть все вот эти фиктированные ТОСы 7 штук их надо уничтожить чтобы дать дорогу другим вот это мы внесли поправку если они отчет до 1 июля а там никого нет и никто не знает где эти председатели если они отчет не представят их закрывать будем заставили администрацию создать сайт для ТОС на этом сайте вывешена методичка по созданию ТОС вывешены образцы документов необходимых для создания ТОС заставили администрацию города чтобы все вопросы по созданию в развитии ТОС решались в одном управлении нас начали перекидывать с одного управления в другое потом Ботановское управление закрыли когда его выгнали оттуда потом еще и короче сейчас нас передали в управление по делам молодежи и связи с общественностью нас это немного радует хотя мы все от 40 и выше и когда мы приходим в это управление и говорим мы пришли молодежь Сергей Геннадьевич Язев который обещает нам плюшки всякие ставим вопрос чтобы администрация города Владивостока разработала образец договора администрации об учислении хозяйственной деятельности дальше внесли поправки в постановление Приморского края от 10 ноября об отдельных вопросах реализации Приморского края проектов инициативного бюджетирования в чем здесь в чем здесь вопрос инициативное бюджетирование вы обязаны давать субсидии гранты ТОСА ССЖ и самоорганизациям граждан наша наша администрация приняла постановление в 20-м году об отдельных вопросах реализации в Приморском крае проектов инициативного бюджетирования ну я не буду вам еще читать проект инициативного бюджетирования инициированный жителями муниципальных образований Приморского края общественно значимый проект по строительству ремонту и благоустройству объектов инфраструктуры что это означает сейчас практика показывает то есть муниципалитетам говорят будьте добры дайте свой проект и мы вам дадим вот у нас деньги есть специально 65 миллионов мы вам дадим на этот проект деньги только у нас одно условие этот проект должны писать население жителей а не муниципалитет все и вот в этом постановлении они это отразили и дальше написали а инициатором проекта ну население может выступить любой житель Приморского края которому исполнилось больше 14 лет ну то же любой предприниматель пишет да это опять связка наступает естественно мы когда это увидели мы сразу подняли хай правительство Приморского края в 22 году о внесении изменений в постановлении администрации Приморского края 21 марта 19 года вот это постановление в 19-м было написано потом в 20-м и вот эту строку мы внесли поправку дополнения и они сейчас слава богу внесли эту поправку на основании устава Приморского края постановляет внести в постановление некоторые поправки изложите обзастрите в следующей редакции инициаторы проекта это разработавшая проект группа граждан численностью не менее пяти человек представляющие интересы граждан которые приняли решение о создании ТОС то есть если вы не приняли решение опять человек предприниматель собрал каких-то пять человек и говорит о вы давайте проедем выгнуйте провел с ними собрание уже не пойдет такое нужно чтобы они провели конференцию документы все создали начали создавать ТОС и только после этого они могут в этом году 65 миллионов выделяют на вот эти инициативные бюджетерные в следующем году 100 миллионов во всех городах меньше 200 миллионов нету это только у нас жертвы у нас денег при Мусском крае понимаете но мы внесли этот проект и все это ну и естественно мы хотим чтобы к нам в ТОСовское движение я по крайней мере и некоторые мои друзья товарищи мы хотим чтобы в наше ТОСовское движение пришли не просто люди которые за ТОСы осознательные что это советская власть то есть идеологически подкованная и поэтому вот родилась такая идея чтобы среди вас провести эту лекцию ТОСов то есть либо патриотические силы мы вас ждем в ТОСовское движение сам я представляю движение за новость социализма Николая Николаевича Платошкина а вот мои друзья тут тоже то есть давайте и вы левопатологические силы включайтесь в это что нужно не бороться там где они в государственной власти делят портфели социалистической бюрократии и капиталистической либеральной бюрократии они между собой делят кто из них государственные секторы и прочее мы должны бороться за свою советскую власть за местное самоуправление создавать производительные силы нашего местного самоуправления естественно мы должны при борьбе занимать сторону социалистической бюрократии то есть те которые отстаивают государственный сектор и сейчас очень радует что идет сейчас процесс национализации уже не скрытый раньше она была скрыта сейчас идет открытая национализация но хочу вас обратить внимание на такой момент что меня радует когда государственный сектор экономики побеждает и в государственную собственность чем больше государство цитирую Энгельса чем больше государство берет свою собственность средств производства тем оно становится ненужнее и замена управления людьми заменяется управления процессами государство тихонечко обмирает и прочее и прочее так вот чтобы оно отмирало чтобы оно не просто отмирало а передавало власть на места нужно было в советское время закон об индивидуальной трудовой деятельности чтобы это не было чтобы не была деятельность которая запрещала наемный труд то есть вот самое главное в местном самоуправлении это волонтерство удовлетворение потребностей духовных и материальных человеческих гуманных а не наркотики и не могу продавать и удовлетворение и отмена наемного труда то есть должно и в советском союзе поздно приняли поздно спохватились сейчас меня очень радует что у нас в России вышел закон закон который называется ну вы наверное слушали слышали о самозанятых это вот как раз с 1 июля российский регион любой российский регион по собственному желанию может вводить специальный налоговый режим для самозанятых ранее с 1 января 2019 года он заработал в Москве республике Татарстан и также в Московской области а с 1 января 2020 года к нему присоединилось еще 19 объектов Приморья в том числе в соответствии с решением государственной думы Российской Федерации с 1 июля 2020 года регионам дано право вводить налог на самозанятых с 1 июля 2021 года в Приморском крае действует новый налоговый режим налог на профессиональный доход который распространяется на самозанятых граждан для физических лиц это означает возможность легализовать свою деятельность главное что этот профессиональный налог платят только тем кто не использует наемный труд то есть если ты самозанятый и не используешь наемный труд а творчество сам создаешь сам облагоустроил квартиру сдаешь их в наем то платишь короче я сам самозанятый я трудился чтобы попробовать теория есть теория практика я узнал это очень замечательно то есть если я юридическое лицо мне дает какое-то задание он мне платит бабки я 6% отправляю налоговую а остальное все мое и никто ничего не имеет права только я все сам должен делать никого не нанимать единственная ко мне претензия и если это физическое лицо меня попросило сдать там аренду что-нибудь то я плачу 4% то есть 4% самозанятые могут получить налоговую вычет в размере 10 тысяч рублей первое что я сразу получил это 10 тысяч на ту карточку самозанятого выдают в банке там 10 тысяч мне сразу бросили и сказали это вот налог который ты будешь платить 4,6 первые у тебя первые шаги будут не 4,6 а 1,2 то есть вот 10 тысяч это будут добавлять при расчетах физлиц вычет составляет 1% при работе ну 1 или 2% с этими 10 в качестве примера такого как работает налоговый режим можно привести следующую ситуацию если гражданин сдает квартиру за 30 тысяч рублей в месяц то налог 13% для физического лица составит 46 тысяч рублей если он зарегистрирован как самозанятый то налог с учетом вычета составит всего 10 тысяч то есть социалистическая дуракратия которая там рвется к власти которую мы должны помогать она это предусмотрела ошибку советской власти там закон индивидуальной трудовой деятельности его мужи жили под сухном все 70-е годы и не давали участникам возможность вот этой индивидуальной трудовой деятельности без найма заниматься здесь они эту ошибку учли точно так же как и ошибку разделить местное самоуправление от системы государственной власти чтобы она государственная власть пусть человек сама отмирает она сейчас бьется конкурсии а мы должны развиваться 1317 час можно вопроса задавать первый самый главный вопрос если вы кого-то вдохновили своей речью и кто-то захочет создать ТОС чтобы ему не ковыряться в всех этих законах можно ли обращаться к вам как человеку все это прошедшему кто бы мог в этом организации помочь еще раз повторяю у нас есть ассоциация команда ТОС у нас создана бригада и прямо выезжаем с вами рассказываем жителям вам объясняем даем документы помощь оказываем помощь я хотел спросить скорее про координаты чьи координаты можно какие-то координаты оставить под роликом чтобы люди могли потом по этим координатам к вам обратиться телефон то есть из брошюрки да я под роликом а тут вот они все да да я понял я под роликом тогда сделаю ссылочку да чтобы все могли к вам обратиться и вы ему с этим делом поможете да обратите внимание энергия участия это Сипачева Вероника они получили 7 миллионов президентских грант на то в прошлом году или по запросам на то чтобы обучать ТОСовцев как писать проекты это все новое проектная деятельность это новый способ это все новое чиновники этого у нас не будут обучать поэтому все мы сами самоуправление самоорганизация самофинансирование самообразование и самосоздание поэтому из этой блэн брошюрки посмотрите я помню я свяжу энергию участия команда ТОС дальше ну и много у нас начинаются депутаты особенно вот сейчас выборы в городскую думу вся Единая Россия стала за ТОСы все они сейчас создавать ТОСы бросились вот поэтому хорошо бы чтобы левопатриотические силы не дали оседлать это движение по скрытым антитосам а то есть идеологически сознательно шли на это дело а по части ТСЖ какие какую-то работу ТСЖ в связи с тем что у нас я курирую частный сектор и ТОСы и я не знаю что такое многоквартирный дом я ни разу там не жил поэтому у нас есть специальные люди допустим юрист Оксана есть у меня есть ее телефон под ТСЖ как с управляющей компанией бороться как с ней договор заключить как все правильно как создать ТСЖ то есть все это есть у нас в ассоциации команды ТОС все это есть люди работают за бесплатно волонтеры то есть все это есть но еще раз говорю нас очень мало нас 20-25 человек на весь город поэтому мы разорваться тоже не можем но прилив сил идет сверху потому что последний закон который сейчас может быть вы слышали сейчас в Думе сейчас вы наверное несколько раз слышали от наших блогеров что местное самоуправление все уничтожается там лежит закон и все ребята не верьте этому значит что этот закон из себя представляет первое там дано новое определение ТОС какая у нас сейчас проблема ТОС спутник Владивостока пять лет назад мы говорим давайте с вами администрация заключим договор о хозяйственной деятельности потому что мы выиграли пять конкурсов пять грантов президентский грант в том числе региональный и три муниципальных что мы на это сделали мы построили детскую площадку муниципалитет ее на бюджет не берет мы построили утиную заводь мандаринки может быть кто-то ездил туда смотрели там галочки поставили все урны все главную уборку сделали там было все да и все это мы делаем я выезжаю туда два раза в неделю на собственной машине вывожу мусор администрация не делает этого и не хочет и говорит сделали сами сделали входить в интимные отношения сами утины заводи то есть содержание поставили мы красивые поставили контейнерные площадки нам сказали убирайте сами дворник мы говорим давайте хозяйственную деятельность с вами заключим договор хозяйственной ну нужен же образец шаблон ячерк с филологическим образованием вынужден был месяц просидеть над законами составили пакет документов вместе с Еленой Юрьевной халявкой на основе наших грантов что мы выигрывали составили пакет документов и начали передавать Гуменю Кю потом Ислаеву потом к Шестакову и вот недавно было совещание с Шестаковым я говорю когда с нами договор вы заключите какой договор ну мы вам передали пакет документов кому Ислаеву так Ислаеву уже нет мы ничего не знаем я говорю хорошо я вам передал новое управление по делам молодежи и вы получили получили читали нет не читал ну прочтите ну почему я почему отдел правовой вас от имени занимается ему не было то есть нужны вот эти силы чтобы все это мы не ответили на вопрос в чем разница муниципалитетов вот то что я сейчас буду уничтожать а значит а почему как хозяйственной деятельности вопрос стоит потому что в законе в нашем положении решение Думы города Владивостока об утверждении положения ст. 14 органы территориального общественного самоуправления могут осуществлять хозяйственную деятельность за счет средств указанных граждан или за счет бюджета заключив договор о хозяйственной деятельности могут заниматься хозяйственной деятельности и органы местного самоуправления вправе выделять денежные средства из местного бюджета в случае их осуществления закупок товаров услуг То есть мы можем участвовать и как сонка в этих. Но можем, вы имеете право, да, ну то есть вы сами знаете, да, можем и можем. Так сейчас в новом законе написано, что ТОС это самоорганизация граждан по месту жительства, которая осуществляет собственные инициативы и проекты посредством хозяйственной деятельности. То есть если договора с хозяйственной деятельностью нет с администрацией, вы не имеете права называться ТОСом. А если мы юридически зарегистрированы, то мы обязаны с ними заставить. Их заставят сейчас сверху, с Кремля, их заставят, эти хозяйки, по этому новому закону. Второе. Так как не только в Приморском крае, но и по всей стране органы местного самоуправления криминализированы очень сильно. И поэтому, ну допустим, Хасанский район, мы недавно там были, лекции тоже читали. В Хасанском районе, допустим, Краскино, есть своя администрация и свои депутаты. Первое. У нас действует принцип в местном самоуправлении, у нас, я имею в виду, в России, что это советская власть, а она действует бесплатно. То есть все депутаты без основы. Почему? Чтобы они независимы были, чтобы им не платили. Зарплата – это наемный труд и обязанность. Поэтому депутаты должны на безвозмездной основе работать в местном самоуправлении. Депутатов мало, а администрация вась-вась с криминалом, ну не с криминалом, а с депутатами городской и госзаконодательной. И все они там творят, что хотят, то и творят. Так сейчас что сделали? Сейчас сделали все, вот в Хасанском районе, во всех городах и сельских поселениях, администрации и вот эти советы Думы будут упразднены. Их не будет. Только будет один на весь Хасанский район, в городе Хасани, муниципалитет и городская дума. А, извините, город Краскино, а кто там будет хозяйственной деятельностью заниматься? ТОСы. И сходы граждан, и старосты. То есть вместо советов депутатов, вот этих вот, с электронным долганом этим голосованием, сейчас там будет совет ТОСа, территориально-общественное самоуправление, которому не нужны никакие, там прямое голосование, конференции, избирают совет этой территории, и этот совет будет получать по инициативному бюджетированию. Это все пробьется, когда в классе придут бюрократы, государственники, национализация пойдет, и все эти прыснут, все эти предприниматели. Вот ТОСы, поэтому... И уже там надо организоваться. А? И уже там надо организоваться. 1 июля, сейчас нам такая информация, не знаю, фейк или нет, приезжает сюда, в Приморский край, бригада от Единой России, целая такая, человек 15-20, они будут послезать по Приморскому краю, создавать ТОСы и объяснить народу, что это такое. Ну и вообще, Единая Россия сейчас вся ТОСовская, нужно все равно вся ТОСы, они же уже это, они все, они уже не партийцы, то есть они не за Единую Россию, они за ТОСы, самовыдвижимость, вот, то есть сейчас Единая Россия рассыпается в этом плане. Но в ТОСовском движении нам не хватает идеологов. То есть я в 2006 году пришел к Горишукову, объяснил ему, что такое ТСЖ, ТОСы, полчаса бился, он позвал Александра Приходько, и они меня размазали и сказали, что ТОСы и ТСЖ, это сволочное правительство, это никогда, оно не может принимать народные законы, это антинародные. Короче, они меня размазали и выкинули из кадровых. То есть я к чему хочу сказать? Идеологически вот твердых убежденных ТОСов, что это не просто ТОС получить гаранты банки, а что это становление новой советской власти, нового социализма, нового способа производства на местах. И когда мы в это врубимся, и появятся не просто ТОСовцы, а идеологи ТОСовского движения, нам этого не хватает. Поэтому к патриотическому движению мы обращаемся с такой прозволью. Да.